Вот у нас есть произведение x1 на x2. Итак, вот у нас есть случайная величина x1 умножить на x2. x1 умножить на x2. Давайте попробуем перечислить те значения, которые она принимает. А там всего примерно на считаться будет. А давайте не так, давайте совсем тупо их перечислим. Значит, какие значения есть? Заведомо есть значение 1 умножить на 1. Заведомо есть значение 1 умножить на 2. Есть значение 1 умножить на 3. 1 на 4, 1 на 5, 1 на 6. Но это явно не все. 2 на 2 на 1? Нет, давайте не так. 2 на 1 есть? Да, оно было. Ну, оно было, но тем не менее. А давай, вот сейчас вы поймете, зачем я это. Оно было, да. Ну, давайте вот так тупо перечислять. Да, оно повторяется. 2 на 3, 2 на 4, 2 на 5, 2 на 6, 3 на 1. Ой, как, это мучительно, но деваться некуда, иначе не поймете. 3 на 4, 3 на 5, 3 на 6. Еще 3 таких колонки, да? Да. Ну, умереть от скуки. А надо написать? Повторение только уже... Ну, ладно, ну, хорошо, я могу не написать, да? Пока давайте попробуем не писать. Давайте попробуем не писать. Но, хорошо. А давайте поймем. Вот это. Хорошо, да, среди них есть совпадающие. Причем есть нетривиальные совпадающие, заметьте. Вот, например, 1 умножить на 4 и 2 умножить на 2. А, ну да. То есть, не только совпадает 1 умножить на 2 и 2 умножить на 1. Вот вы меня укоряете, да, что я переписываю одно и то же. Но беда состоит в том, что я вынужден переписывать одно и то же. Даже вот в этом месте, 1 умножить на 4 и 2 умножить на 2, получается одно и то же. 4 на 4 и 6 на 2. Как? 3 на 4 и 6 на 2 и 2 на 6. Все эти три числа совпадают. Так? Тем не менее, смотрите, с какой вероятностью произойдет именно вот это? То есть, x1 примет значение 1, а x2 примет значение 1. Ну, 36. 1,36, правильно? А, да, 36. Согласитесь, что вот это происходит с вероятностью 1,36. Не в значении единица принимает случайная величина x1 на x2 с такой вероятностью. Хотя это тоже верно, потому что единицу по-другому не получить. А вот именно x1 принимает значение 1 и x2 одновременно тоже принимает значение 1 с вероятностью 1,36. Да. Так? Да. Вот. И вот это вот значение 1 умножить на 2 ведь тоже принимается с вероятностью 1,36? Да, действительно. Все можно, наверное, не писать. 1 умножить на 3 с вероятностью 1,36. Ну и так далее. Везде в каждой колонке будет стоять число 1,36. Вот смотрите, если вы, конечно, захотите сейчас вычислить, с какой вероятностью x1 умножить на x2, вероятность, с которой x1 умножить на x2 принимает значение равное, ну скажем, 12, да, то чему будет равна эта вероятность? Давайте. Вот я хочу, чтобы все было предельно понятно. Количество... Сейчас, сейчас. Количество... Почему 1,18? А почему 1,18? Потому что 3 на 4 и 6 на 2. На самом деле 3 на 4, 4 на 3, 2 на 6 и 6 на 2. Именно ради этого я так подробно и долго и мучительно писал эту таблицу. Смотрите, 12 можно принять, когда... Когда x1 равняется 2, и одновременно x2 равняется 6, придется все стереть, потому что тут надо очень аккуратно это осознать. Ой, шанс. Давайте я даже вот как буду писать. Это, на самом деле, вероятность того, что либо x1 равняется 2 и x2 равняется 6, либо x1 равняется 6 и x2 равняется 2, либо x1 равняется 3 и x2 равняется 4, либо x1 равняется 4, и x2 равняется 3. Вроде бы все варианты, как можно представить, 12 я таким образом перебрал, правильно? Следите только внимательно. Точно? Точно. Да. Хорошо. Но либо, либо, либо они же взаимно исключающие. Да. То есть мы берем вот такое событие, x1 равняется x2, x2 равняется 6. Поэтому мы раскладываем вероятности. Поэтому мы раскладываем вероятности. Понимаете, да, что вероятность объединения непересекающихся событий, это сумма вероятности этих событий. Да. Точно правильно? Да. Вот, поэтому на самом деле мы можем писать так, это вероятность того, что x1 равняется 2, и, но я вместо y всегда рисую запятую, запятая, это то же самое, что i, и одновременно x2 равняется 6, запятая, это то же самое, что i одновременно, плюс вероятность того, что x1 равняется 6, x2 равняется 2, плюс вероятность того, что x1 равняется 3, x2 равняется 4, плюс вероятность того, что x1 равняется 4, x2 равняется 3. Но замечательно то, что вот эти события все независимые, да, Папа? Да. Х1 и Х2 принимают свои значения независимо друг от друга. Да. Поэтому мы здесь имеем произведение чисел 1 шестая, то есть 1 тридцать шестую, как я здесь и писал. И вот эта 1 тридцать шестая сама с собой складывается 4 раза. В итоге мы получаем 1 девятую. Действительно, это 1 девятая. Это вероятность того, что вот такое произведение примет свое уникальное значение 12. Да. Уникальное значение 12. И вот мы можем перебрать тут все такие уникальные значения. И найти у каждого из них вероятность, да? Да. Будем мы мучительно перебирать или как? Да, будем. Наверное, будем, потому что иначе вы не поймете. Да. Ну давайте, да. Так, ну что ж, ну ничего не попишешь. Сейчас надо как-то с этим справиться.